Ну что, ребят, добро пожаловать на второй этап Формал-1 Агрампри Бахрейна. Ну и что, собственно, в Бахрейне я ожидаю от болида. Да, собственно, ничего, если у нас особо не было темп в Австралии, то в Бахрейне его, скорее всего, тоже не будет. Ну да ладно, программу постепенно я выполняю, всё более-менее с первого раза, кроме как обычно шин. Ну тут опять же надо будет 5 этапов примерно где-то привыкать к новой прижимной силе, и за это будут некие такие проблемы с резиной, некоторый этап. Ну да ладно, перейдём к квалификационному темпу, и тут мы видим, что всё очень и очень плохо. И то ещё в последний момент мне повезло то, что всё-таки я на 0.008 секунд поставил хорошее время от того, что мне нужно было поставить. Калификация тоже не задалась особо хорошо в первом сегменте, первый круг был очень плохим, а во втором мне чуть ли не повешал Кубица, потому что я с ним встретился прямо в конце трассы, прямо как Норрис в реальной Формуле-1. Но тут мне повезло то, что всё-таки Кубица меня не заблокировал, как один из хасов Норриса. Ну и по итогу, да, я пошёл во второй сегмент, но решил в нём не ехать, чтобы сэкономить лишний раз силовую установку, поскольку всё-таки элементов нас мало, я не взял из нас устойчивость ещё особо, и соответственно элементы у нас будут очень и очень быстро уходить, особенно, я думаю, ДВС. Итак, мои ожидания по поводу гонки будут следующие, то, что надо за счёт одного пидстопа будет как-то прорваться в очковую зону, и это единственный мой вариант Кулиба, но по 18-й Формуле я помню, какие тут были офигенные боты. Ладно, переходим к стартовой решётке, где на первом месте расположился Льюис Хамильтон, на втором Шарли Клер, третий у нас Вальтери Боттус, четвёртый Себастьян Феттель, пятый у нас Пьер Газли, шестой Макс Ферстаппин, седьмой Чака Перес, восьмой Дэни Риккардо, девятый Дэвен Баттлер и десятый Ника Кюлькенберг. Такая у нас топ-десятка, в принципе, Форсы не себя неплохо показывает, пока что в начале сезона, но это, опять же, я думаю, из-за того, что мой главный оппонент находится в этой команде. Мой же бывший партнёр по F2, Лукас Фибер, находится прямо передо мной на стартовой решётке, ну и, собственно, та самая стратегия, это будет у нас Мидиум и Хард, и, по итогу, да, ещё дозаливаю себе топливо лишнего, поскольку оно тоже тратится, к сожалению. Ну и переходим к старту. И газом красной огни я срываюсь более-менее с места, и даже, оказывается, я провёл неплохой старт, поскольку обычно я его проваливал, но Риккенен тут же попытался меня атаковать слева, я попытался выйти на внутреннюю часть поворота, и, в принципе, у меня это вышло, я сразу же там обошёл пару болидов, но очень плохо вышел, и, по итогу, даже потерял позицию по отношению граждан. Мой напарник, Ландо Норрис, наоборот, по внешней траектории довольно неплохо провёл подобный манёвр. Он смог вырустся сразу в топ-десятку, в отличие от меня, который даже умудрился проиграть целую позицию. Ну и также лидеры у нас там втроём входят в первый поворот, но, по итогу, кстати, Льюис после этого момента тут же начинает отрываться, и Мерседесы очень неплохо себя показали на этом этапе, в принципе. Почему-то я сейчас говорю, потому что особо за борьбой лидеров мы наблюдать не будем. Ну, будет там пара эпизодов, но не более. Собственно, моя борьба сразу же с Вибером ещё так же. Чуть меня не стесло, как Феттеля в том же Бахрейне в гонке, но повезло, отделался небольшим испугом, вырынул он болид, и спокойно продолжил ехать за впереди идущим пелотоном. На следующем кругу я уже догнал Батлера, который застрял за впереди идущим пелотоном, опять же, который сдерживал основу Рикьярда из-за того, что у него были повреждения переднего антикрыла, и, в принципе, он терял из этого много, и теряли, в принципе, в этом пелотоне все. Тут же я за пару поворотов прохожу и Батлер, и Магнуссена. Магнуссен немного жёстко прошёл, поскольку повредило ему немножко переднее антикрыло, что в будущем скажется, в принципе, на его темпе. Батлер, конечно, пытался пройти Магнуссена, но у него это, к сожалению, и к счастью для меня, не вышло. Через какое-то время я ещё и пытался догнать Райкена, и тут же, очень далеко пусть я от него был, но по внутренней части траектории пытался его пройти по небольшой той части, которая осталась свободной. По итогу я замедлил его, но, в принципе, я был у него прям на хвосте, и продолжил погоню. На прямой он без проблем даже оторвался от меня, хотя, вроде бы, крылья у меня стоят, наоборот, там, 3-5, и при этом всё равно боты очень быстро ехали на прямой. Ну, это уже рено, что с него взять, собственно. Ну вот, в поворотах ситуация кардинально менялась, скорость у меня была довольно неплохая в поворотах, и за счёт этого я смог всё-таки Райкена пройти, и плюс у него была не очень выгодная ещё, так сказать, траектория. Он пытался кроме того, что он не был атаковать в конце второго сектора, но, как я и говорил, в поворотах у меня была больше скорость, да ещё и траектория была более выгодная. За счёт этого я смог защитить свою позицию. Тем временем Баттлер всё-таки проходит, Магдус у нас в борьбе за, там, какую-то 90-ю вроде позицию, и уже начинает проследование Райкена, поскольку это очень плохо для меня, поскольку у Баттлера очень хорошая скорость, как раз таки на прямой. Ладно, возвращаюсь к нашей борьбе с Норрисом уже теперь, спокойно прохожу, и Хюркенберг также уже прошёл и Риккярда. Что означает, что Хюркенберг сейчас начнёт просто отрываться далеко, но с Риккярдой мне надо будет тоже быстро разобраться. Тем временем позади два Халса и также Торросов борются за позицию, и также эти два Халса ещё и доезжают до Баттлера, но у Баттлера чуть лучше выход, за счёт чего он защитил свою позицию, ну и также ещё оба Халса прошли бок о бок и обменялись позициями. Норрис также ещё попытался контратаковать меня на второй прямой, но это у него не получилось, и по итогу я защитил свою позицию, и теперь направлялся уже за Риккярда, которого я решил довольно агрессивно пройти в конце второго сектора. У меня это без проблем выходит, и, собственно, я делаю для себя небольшой задел, поскольку Риккярда ещё будет какое-то время сдерживать основной этот пилотон. Также ещё позади была борьба между Норрисом и Райканином, там ещё и Баттлер уже подключился, и эти оба ещё и догнали Риккярда, из-за чего, конечно же, Райканин не смог пройти сразу с Риккярда, а вот Норрис как раз-таки наоборот смог поравняться с Риккярда, и уже в четвёртом повороте спокойно его прошёл вместе с Райканином. По итогу я имел какой-то небольшой запас, но это был именно небольшой запас. Ну и также вот борьба лидеров, а точнее Боттеса и Феттеля, и Боттес спокойно проходит его, и начинает отрываться. Надеюсь, в этот момент уже далеко даже отрывался. Ну и также Ликкярд вместе с Ферстаппином начали бороться друг с другом, причём в какой-то момент Ферстаппин выиграл, но потом Ликкярд смог поравняться, и после того, как они поравнялись, уже весь второй сектор они прошли бок о бок. Гасли за этим всем наблюдал позади, и ждал своего момента. В принципе, этот момент он и дождётся, поскольку оба они едут медленно по отношению к Гасли, он может к ним просто подъехать банально, ну и дождаться, пока кто-нибудь из них ещё и сделает какую-нибудь ошибку, там, на торможении, особенно в двойном левом повороте. Но ошибок не происходит, но Гасли смог воспользоваться тем, что Ферстаппин просто вынудил пойти Ликклера по внешней твое траектории, чем по итогу воспользовался Гасли. Ну а тем временем, позади меня разгаралась борьба между Райкененом, Норрисом и Баттлером. Баттлер прошёл Райкенена, и уже Норрис был у него на прицеле, которого он также без проблем прошёл в конце круга, но он прошёл именно в тот момент, где была зона детекции ДРС. За счёт чего Норрис имел и Слепстрим, и ДРС. Соответственно, с Баттлером ещё ему предстояло побороться за ту восьмую позицию вроде. Но тут ещё был и Райкенен, который, собственно, вмешался в эту борьбу, и сразу же Баттлер потерял мигом две позиции. Ну и тут же уже ещё и Хас начал потихоньку позади подъезжать. И по итогу также Райкенен ещё умудрился пройти Норриса. Но опять же, будет вторая прямая, где есть Слепстрим и ДРС у Норриса, и уже поравнявшись с Райкененом, они начинают уже ехать во втором секторе. Так же, как и Баттлер вместе с Хасом. По итогу, Норрис выигрывает сражение с Райкененом, у Баттлера с пилотом Хаса немножко не сгладилась борьба, и по итогу Баттлер даже проиграл позицию по отношению к Хасу. Ну, в принципе, можно понять, всё-таки уже поношенный довольно софт, в котором на тот момент уже было примерно 9-10 кругов. Так же Хюлькемрек ошибся на этом торможении, когда его пытался пройти Льюис Хэмилтон, из-за чего он потерял какое-то время. Я был, конечно, близок к нему, но по итогу Хюлькемрек всё-таки отыгрался за счёт пидстопа, и по итогу он окажется много дальше, чем я. Ну и потом лидеры меня догнали, Феттель и Боттус после своего пидстопа. Так же после своих пидстопов Боттус и Феттель меня догнали. Феттель без проблем не обошёл. Ну, Боттус меня обошёл, конечно, но я успел получить от него и дресса слепстрим, и даже смог в какой-то момент догнать его, но побороться, конечно, с Мерседесом в данный момент я не могу, к сожалению. Пока это слишком для нас сильный оппонент. И потом Леклер также пытался меня обойти, но, к сожалению, для него этот обход закончился тем, что он улетел немного в отбойник. Ну и также я удивлён, что Торроса не решила самоубиться в Гитлера и тем самым ещё забрать его, а проехал прям в миллиметре от его переднего антикрыла. Ладно, через какое-то время меня догнал Баттлер, и у нас уже завязалась с ним конкретная борьба. И догнал у меня примерно через пару кругов после моего пидстопа. Соответственно, в следующие половины гонки я просто с ним боролся банально, и мы собирали также ещё посадить себя в группу в виде Норриса и Райканина. По итогу у нас был такой переходящий знамя, а именно восьмая позиция. То Баттлер её забирал, то потом Баттлер и я её возвращал, и так далее было по итогу. Конечно, я понимал то, что по идее Баттлер может спокойно оторваться от меня напрямых, но, как и оказалось, всё-таки я с ним мог угнаться, и по итогу у нас была, как я и говорил, уже конкретная такая борьба. По итогу, да, на одном кругу он меня проходил, на другом я. Я пытался также его вытеснять как можно ближе к внутренней части поворота первого. У меня это, в принципе, выходило. По итогу Баттлер очень-очень плохо его проходил, из-за чего терял кучу времени. Ну и по итогу был ещё такой момент, то что вот я специально сбросил немного газа, чтобы Баттлер меня прошёл до зоны детекции ДРС, и напрямую у меня была возможность открыть крыло. Но всё-таки Рейсинг Пойнт, мотор Мерседес, и немного слепстрима, и по итогу даже с открытым крылом Баттлер ускорялся быстрее, чем я к концу прямой. Только я смог с ним поравняться более-менее по скорости, что довольно интересно выглядело. То есть, насколько у нас всё печально со скоростью напрямой по итогу выходит. И это лишний раз поставляет момент, что у нас не самая лучшая динамика, и не самый лучший двигатель, как я и говорил раньше. И из-за этой всей борьбы у нас также ещё Леклер нарисовался сзади. И я думаю, в его понимании было то, что он сейчас опережу эту группу небольшую, ну и выйду там на седьмую свою позицию, может догоню ещё Переса, который шёл на шестой позиции. Но не тут-то было, у нас с Баттлером шла активная борьба между нами, и по итогу Леклер на этом тоже терял немало времени. Собственно, очередная атака Баттлера, и опять же он наполовину наезжает на пореблик, из-за чего теряет очень много скорости на выходе, ну и плохо очень проходит поворот. И тут же уже Леклер начал заниматься Баттлером, без каких-либо проблем проходит его, ну и соответственно следующая цель уже был я. И тот же самый поворот, но в этот раз, окей, я чуть не отправился в отбойник, скорее всего. Но позицию смог удержать. Также чуть затормозил перед зоной детекции ДРС, получил ДРС, и уже напрямую за счёт слепстрима и ДРСа смог поворотиться с Леклером, и так легко и седьмую позицию. Он не возьмёт. Ну и на старт-финишный прямой мы вдвоём, с Баттлером, начинаем его проходить. Причём Керр начинает отталкивать Баттлера ближе, опять же, к Апексу поворотства, за счёт чего я ещё лучше выхожу по сравнению с этими двумя. Ну и следующий второй поворот идёт, опять же, в мою пользу. Я их оттесняю ещё подальше на обочину, и за счёт этого я ещё получаю какое-то время. Соответственно, они начинают бороться между собой уже, бок о бок. Также ещё и Норрис, Райкин начинает бороться бок о бок. Ну и позади две Туророса нас ещё успели догнать. Собственно, борьба обещала быть довольно интересной, ну, по крайней мере, для позади идущих. За мной. Я-то уже начинал в этот момент отрываться по максимуму, там, использовать всё, что было накоплено, там, ГРС, топливо, шины, как по максимуму, как у их сберёг. Но всё равно этого банально не хватало. Ну и также, вот, опять же, Леклер в том же повороте теряет позицию ещё и по отношению к Норрису. Ну и на старт-финичной прямой Норрис атакует Баттлера, Леклер тоже атакует Баттлера. И по итогу Норрис с Леклером проходит Баттлера, но уже бок о бок они входят в первый поворот. Норрис также ещё и ошибается на торможении, но, в принципе, он смог оставить эту позицию по отношению к Леклеру. На второй прямой у Норриса было ДРС, но у Леклера было всё-таки Слепстрим. И, в принципе, Феррари без каких-либо проблем смогла поравняться почти с Маклареном. На внешней траектории всё-таки смогли не поравняться, и это мне дувало по максимуму времени, чтобы оторваться. Потому что, если я останусь один-один всё-таки с Феррари и Леклером, то он уже сможет меня спокойно перейдить. В принципе, так и происходит почти. Леклер начинает догонять меня постепенно. На предпоследний круг он меня обходит даже, но он обходит меня ещё дозом детекции ДРС, и у меня есть всё-таки ДРС на старт-финишной прямой. И я смог вернуть себе позицию обратно. Также ещё и Баттлер успел нас догнать к этому моменту. Ну и, собственно, без проблем прохожу Леклера. Баттлер, к сожалению, не успел догнать Леклера, поскольку, если бы он догнал бы, у них была борьба бы, и я смог оторваться ещё дальше. Ну и последние метры этой трассы. И, собственно, я всё-таки смог удержать свою седьмую позицию, несмотря на то, что позади меня была Феррари, которая имела всё-таки преимущественно до мной. И прямо перед финишем можно было увидеть зеркало, как было близко Феррари Леклера. Но всё-таки мне повезло, что у меня очень какие-то ресурсы были под конец трассы, и мне это помогло чуть лучше разогнаться. По итогу седьмая позиция для нас неплохой результат, как-никак. Всё-таки только Перес финишировал чуть дальше, чем мы из всей такой вот формулы полтора, так сказать, в отличие от Формулы 1 в виде Мерседеса, Феррари и Радбула. Ну и да, один болит мы ещё смогли даже держать. Собственно, первое место у нас за Рьюисом. Мерседес начинает постепенно выигрывать. Посмотрим, как будет дальше складывать у нас сезон. Седьмая позиция у нас неплохо. Может быть, я наращиваю, конечно, то, что к концу сезона мы сможем уже бороться за, по крайней мере, подиумы. Второй мест у нас это Феттель, и третий у нас Ферстаппин. К сожалению, за ботсом я не последил, почему он провалился так, хотя вот вроде бы был вторым, потом пистопа третьим, и по итогу ещё проверял позицию по отношению к Ферстаппину. Ну, скорее всего, может, проверял Ферстаппину, поскольку Ферстаппина был пистопом, может, там один. Но это мы чуть позже увидим, в принципе. Также, анимация подиума почему-то только одна, но, как я заметил, в прошлой формуле их было несколько, в крайней мере, там, две или три. Тут же только одна. Ну, окей. Может быть, в будущем просто увижу другую. Также после гонки у нас появилась дополнительная кнопочка в виде просмотра лучших моментов. В принципе, там собираются неплохие моменты, то, что примерно я обычно и снимаю. Ну, чуть меньше, конечно же, ну, там есть даже прикольные кадры и некоторые. Но, к сожалению, в этом мире музыка, и я не знаю, можно ли будет ее убрать или нет. Так выглядит у нас пока что турнирная таблица. В принципе, смотреть на нее рано, поскольку это только начало сезона. Но, в принципе, у нас оппонентов вырисовываются уже с самого начала сезона. Это будет у нас Батлер и Форс Индия, точнее, Racing Point. Надо привыкать к этому названию. Соперничество я постепенно выигрываю над Норрисом, ну, это неудивительно. Собираем очки и проваливаем цель, поскольку не удалось нам выйти даже в третий сектор ни разу за две гонки. Ну, и обидно, да, потерять 600 очков, которым можно было в теории заработать. Ну, ладно, надеюсь, то, что следующая задача будет, по крайней мере, попроще, чем эта, потому что, ну, она была просто невыполнима. В модификациях решаю то, что надо уменьшить возможность риска неприезда в моих запчастей на аэродинамику. Собственно, на это я трачу 600 ресурсов. И все, как бы. Продолжаем копить дальше. Ну, и ждем обновления, которые у нас приедут уже в Китае. И приедут ли они вообще. Ладно, ребят, на этом все. Со мной был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok